Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, это подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин и, ух, насколько эпохальная у нас сегодня тема «Дороги». Чтобы не закружилась голова от этой шире, давайте сузим тему. Но сначала объяснение, в чем тут новость, где повод и что тут долго может остаться важным. Поводов, на самом деле, несколько, и они все разрозненные, возможно, не очень большие, не самые заметные. От вероятного повышения стоимости проезда по платным трассам в России до некоторых деталей строительства трасс в Центральной России или в Санкт-Петербурге. Здесь же есть сообщение о высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. Коммерсант писал на днях, что ее вроде как не будет, потому что хватает нынешних Сапсанов для пассажиров и автотрассы Нева для грузов. Ну, в общем, актуальность тут есть, и есть запрос на то, чтобы разобраться, что у нас происходит с дорожным строительством. Правительство Мишустина нам вроде обещало большую стройку, инфраструктурную, в том числе автодорожную. Давайте попробуем со всем этим разобраться и сузим все это до нескольких вопросов. В чем состоит транспортная стратегия России? Сколько дорог надо? Будут их строить или нет? За чей счет? Почему так дорого? И не бестактно ли при вроде бы дефиците магистралей в стране строить новые дороги как платные? Даже на самые простые из этих вопросов, вроде транспортной стратегии России, очевидных ответов нет. В общем, все, что вы не хотели знать, не боялись спросить, но вот увидите, сами не заметите, как пройдет 30-40 минут нашего подкаста, он закончится, и вы скажете, а, вон оно, как все сложно, но вроде бы я стал чуть лучше разбираться в том, что происходит в России с дорогами. Но я надеюсь, что так и будет. Представляя наших собеседников, Татьяна Кулакова, директор Центра экономики и транспорта НИУВШЕ, то есть Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Добрый день. И Игорь Мулеев с нами, научный сотрудник Института региональной географии Лейбницы. Игорь Юрьевич, мое почтение. Добрый день. Я хотел бы извиниться за дорожный каламбур, который у меня прямо сейчас родился, но у меня есть магистральный вопрос к вам. Что в России с дорогами? Много их или мало? Те, что есть, насколько соответствуют потребностям страны в перевозке людей и грузов? Есть несколько вариантов, как оценить достаточность развития автомобильных дорог в Российской Федерации. Первый подход мы можем, например, сравниться с теми странами, у которых такой же уровень дохода на душу населения, как и в Российской Федерации. И тут мы увидим, что мы очень сильно отстаем от этих стран. И у нас уровень развития дорог с учетом ВВП на душу населения очень низкий. Второй вариант – это мы можем посмотреть на уровень развития дорожной сети с использованием показателя Энгеля, который показывает, какова у нас плотность дорог с учетом нашего населения, распределения его по территории страны. И здесь мы тоже обнаружим очень плохую тенденцию, то есть мы находимся на очень низком уровне по сравнению с другими странами. И нам, с учетом наших темпов строительства автомобильных дорог, добираться до развитых стран бесконечно большое количество времени требуется, потому что у нас очень низкие темпы строительства автомобильных дорог. И есть еще один такой интересный показатель – это если мы просто посмотрим на то, как люди оценивают качество наших автомобильных дорог, это данные Международного форума транспортного, то здесь мы тоже обнаружим, что именно дорожную сеть по показателям качества мы тоже находимся на очень низком уровне. Егор, вы хотели добавить? Да, у меня несколько сразу мыслей родилось. Во-первых, ваш вопрос о том, насколько это способствует экономике страны, на него ответа нет, на мой взгляд, потому что сейчас, например, если мы начинаем сравнивать с кем-то, то мы приходим к тому, что да, все безнадежно отстало. Но опять же, если смотреть на то, что происходит сейчас в стране, использовать те данные, которые есть, с поправкой на то, насколько они точны, мне кажется, все равно этот вопрос ответить довольно сложно, и нет ответа на этот вопрос, как транспорт удовлетворяет или не удовлетворяет. Это такой комплексный, здоровенный вопрос, очень сложный. И там, если взять какие-то исследования, которые связываются с этим, например, прогнозы трафика какие-то делают, пытаются понять, каким образом все это будет развиваться дальше, то, на мой взгляд, мы приходим к тому, что хороший прогноз – это скорее исключение, чем правило. То есть такой, получается, результат расчетов оказывается случайным, и поэтому очень сложно охватить эту тему, вот как-то кратко так вот описать, потому что, например, если мы посмотрим на историю появления дорог в целом, ну, в смысле между городами, там, не внутри городов, а между городами, то я недавно занимался этим вопросом и пришел к тому, что, например, первые магистрали появились в Италии и в Германии в 30-е и 20-е годы. Несмотря на то, что у них была очень маленькая автомобилизация, появились хайвеи, первые, ну, вы, наверное, понимаете, какого рода политические режимы тогда были установлены в Италии и в Германии, и оказалось то, что это, в общем-то, дороги получилась такая очень идеологическая история, то есть они использовали это как пример такого модернистского развития, прогресса и прочее. Примерно то же самое стали делать в Соединенных Штатах, и после этого придумали вот эту вот огромную машинерию всяких расчетов, прогнозов и прочее. Но, в общем и целом, получается, что дороги, они, сложно сказать, потому что они как-то удовлетворяют или не удовлетворяют дороги, это такая история, которая просто делается каким-то политическим соображением, идеологическим соображением, чтобы показать что-то, какие мы, там, я не знаю, прогрессивно идем в будущее или нет. Но в этом случае, мне кажется, стоит поставить вопрос, а насколько дороги являются вот как таковым благом, насколько автомобиль является чем-то важным для современного человека и вообще стоит ли развивать дорожную сеть в принципе. Потому что второй уровень, который возникает после того, что я услышал от Татьяны Владимировны, например, то есть если сравнивать, если мы возьмем показатели, там, не знаю, экономического развития Советского Союза в конце 80-х годов, то в таком случае при той сети, которая была тогда, дорожной, насколько будет уместно вообще говорить, то, что без дорог это развитие экономическое, какой-то там уровень благосостояния в целом существует. — Сложный вопрос, и я надеялся, что вы дадите на него хоть какой-то ответ, но действительно много параметров, и просто не ответишь на вопрос. И ваша мысль, кажется, тоже мне очень ценна, про политический акт при строительстве инфраструктуры, про и Соединенные Штаты, и один там немецкий режим 30-х годов. Есть, кстати, исследование по знаменитым немецким автобанам, что дешевле и разумнее было бы реконструировать тогдашнюю дорожную сеть, а не строить эти автобаны, что там вопросы политики, в том числе занятости людей, выход из депрессии были важнее, чем экономические соображения. В Соединенных Штатах, возможно, тоже, да, все, что было связано с занятостью населения. Хорошо, если все-таки попытаться зафиксировать состояние в России, я почему еще задал такой широкий вопрос, потому что мне как-то попалась совершенно дикая цифра, которую я не в состоянии квалифицированно оценить, но интуитивно она, мне кажется, совершенно фантастической, что в России не хватает миллион километров дорог. При том, что сейчас, да, около миллиона километров дорог в России с твердым покрытием есть, плюс еще там несколько сотен тысяч километров с грунтовым. Я вот пытаюсь понять, мы в какой ситуации находимся. Давайте выберем любой из параметров, чтобы как-то зафиксировать, что ли, текущее положение. Я думаю, что, Татьяна Владимировна, вы должны нас спасти. Какой вам кажется самым разумным из показателей удовлетворенность, что вы еще называли, километраж, количество километров на душу населения, да? Да, плотность автомобильной сети с учетом численности населения. Но, надо сказать, по всем этим показателям мы очень сильно отстаем. То есть, на мой взгляд, здесь можно однозначно сказать, что все-таки требуется новое строительство дорог более качественных, так скажем. А у меня встречный вопрос, не хватает для чего? То есть, может быть, вы помните еще что-нибудь, что связано было с этим миллионом километров? Не хватает для чего? Вы втягиваете меня в личные некоторые рассуждения. Там это конкретный человек говорил, которого часто коллеги из СМИ спрашивают. И это человек, которого из той когорты, которых принято называть автоэкспертами, это такая громкозвучащая публицистическая цифра. Видимо, подразумевалось, что не хватает, не знаю, для нынешнего уровня автомобилизации, для нынешних груза и пассажирпотоков. Но для этого нужно каким-то образом тогда определять дефицит. Дефицит, наверное, как-то определяется в пробках и прочее. Но, опять же, не очень понятно. Ну, то есть, да, вот автомобилизация есть, но, по-моему, она особо уже и не растет на самом деле. И поэтому, то есть, она как-то выровнялась на уровне, сколько, 350-360 автомобилей на тысячу жителей, если я не ошибаюсь. И последние несколько лет она особо не меняется. Она как бы ковид еще добавила. Поэтому тут вопрос, для чего, что, впоследствии. У меня вот еще интересует такая тема. Вот, скажем, сейчас есть общее допущение, что автомобиль – это тоже такое некоторое благо. Что автомобильная промышленность – это что-то очень важное для экономики страны. Что ездить на автомобиле – это уровень благосостояния и прочее. А вот если взять всю эту экономическую машинерию, которая существует сейчас, ну, вот на методическом уровне, там, по оценке всего, чего только можно. И попробовать посчитать, насколько вообще серьезен вклад автомобиля в целом, скажем, и сравнить каким-то образом негативные последствия в виде дорожно-транспортных происшествий, смертей, экологического ущерба. Каких-то проблем со здоровьем из-за того, что человек там много сидит и прочее. Сейчас их довольно много всяких. Спекуляция на этот счет. И попробовать посмотреть, а может быть, в целом вся эта дорожная история и автомобильная истерия не так уж и важна. И поэтому мы снимаем просто вопрос тогда о необходимости нового строительства, новых миллионов дорог и так далее и тому подобное. Я сейчас провоцирую, да. Да, и я знаю, что вам на это ответить. Отвечу вопросом на вопрос. Из какой логики исходит правительство в таком случае? Каков официальный взгляд на, не знаю, извините за использование терминологии, может быть, некорректный на транспортный каркас России? Какова стратегия? Насколько она выполняется? Что является приоритетом для людей, которые принимают решения, в том числе о выделении государственных средств? Насколько важны им погонные метры, километры дорог, а насколько там есть какие-то качественные соображения? Я подозреваю, что, Татьяна Владимировна, вы как эксперт, которого часто привлекают к принятию больших решений, знаете, из чего исходят там люди? В настоящее время у правительства действительно стоит очень такая серьезная задача, которую вот сейчас Егор обозначил. Это формирование так называемого транспортного баланса. То есть фактически понять, а какие виды транспорта должны развиваться в большей степени, и именно в них необходимо направлять в приоритетном порядке денежные средства, а какие виды транспорта, соответственно, уже не требуют серьезных вливаний. И если мы посмотрим на последнюю стратегию, транспортную стратегию, которая сейчас обсуждается, то, в общем-то, там как раз пытаются выстроить вот эту приоритетность. И автомобильный транспорт там не в почете, это реально. То есть фактически идет речь о том, что с точки зрения как раз, о чем говорил Егор, вот этих самых внешних эффектов, автомобильный транспорт находится с негативной точки зрения на самом первом месте. То есть именно он вносит до 90% всех проблем с точки зрения загрязнения окружающей среды, шума, потери от ДТП и так далее. Поэтому как раз пытаются понять, где автомобильный транспорт может быть замещен. Но надо вам сказать, что, конечно, есть сферы, где мы просто не сможем заменить автомобильный транспорт. Ну, например, у нас поездка на дачу, то есть такая вроде бы мелочь, но, скажем, на общественном транспорте вы вряд ли возьмете и довезете все то имущество, которое бы хотелось вывезти на дачу. И таких, в общем-то, сфер, где автомобильный транспорт выигрывает, с учетом, опять же, тех характеристик, которые у него есть, у нас остается для него ниша. И в этом смысле, скажем, для нашего автомобилизированного домашнего хозяйства все равно необходимо создавать вот эти условия. Собственно, и говорят о том, что это должны быть качественные дороги, безопасные дороги. И вот в этом направлении и работают. То есть, если мы посмотрим на те стратегические документы, которые есть, то там прям показатели определены. Это и приведение дорог в нормативное состояние, и увеличение количества полос, и уменьшение узких мест на дорогах. Ну и внедрение интеллектуальных транспортных систем для повышения безопасности. При этом, правильно ли я воспонял, что сложившаяся система признается достаточной. Нужно реконструировать, модернизировать, расширять то, что есть. Но новые трассы, мосты через моря и горы и реки, они, в общем, уже по большому счету не нужны. За исключением там некоторых случаев. Потому что, опять же, повторюсь, я не эксперт, то, что я вижу, создает у меня впечатление, что суперпроекты, вообще большие стройки, крайне любимая вещь в нашем государстве, в нашем правительстве. Правительство Мишустина выглядело, если бы не коронавирус, оно, наверное, этим бы и занималось, таким инфраструктурным. Вот мы пришли, и мы будем экономический рост запускать за счет больших государственных или окологосударственных инвестиций в инфраструктуру, в том числе в дорожную. И в начале года Мишустин говорил, я читал это на портале с манящим названием «Национальные проекты. Будущее России», про то, что мы будем строить новые дороги, расширять пропускную способность действующих трасс. Он там еще про БАМ сказал. Очень такой черчиллевский был запал. Будем строить и на пляжах. Есть ощущение, что там не против много и хорошо строить? Нет, не против. Но в основном, если мы посмотрим на это новое строительство, то это фактически идет речь о дорогах, автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах. Такие направления, опять же, в транспортной стратегии определены как «Запад-Восток» и «Север-Юг». М-12 как раз, это вот и есть вот этот вот грандиозный проект, как вы говорите, который требует, конечно, таких существенных вложений. Это наказание, да, Витя? Да, да. Мне кажется, здесь нужно тоже немножко разделять то, что написано в стратегии, и то, на что в итоге тратятся деньги. Потому что написать можно много чего, а вот как потом все потрачено, посмотреть было бы интересно. Спасибо за такую наводку. Посмотрю. Это первое. И второе по поводу людей, которые принимают решения. Короткий пример. Недавно опубликовал в региональной прессе, в Ульяновской, небольшой текст на тему того, что строить развязку в центре города, там хотят просто построить напротив университета, который я заканчивал, развязку двухэтажную. И я написал, что это не очень хорошо. В итоге я собрал там 90 комментариев, и многие из них были довольно мрачные. Меня там много в чем обвиняли, в том числе указывали на то, что автомобильная промышленность – это двигатель прогресса, и дороги очень нужны и важны. И мне кажется, что в этом случае особой разницы нету между тем, кто просто на обывательском уровне рассуждает на этот счет и теме, кто принимает какие-то решения. Да, они, может быть, там больше упакованы с какими-то там расчетами и консалтерскими услугами со всех сторон. Но, в общем и целом, это просто какая-то такая вот установка, то что нам хотелось бы, чтобы было много, допустим, дорог и автомобилей. Скажем, это было принято на вооружение в 30-е годы в Штатах и пошло-поехало. Как я понимаю, страны сталкиваются вот с этим вот желанием и соблазном ездить больше на машинах, строить больше дорог, и в итоге вот получаются какие-то такие вот развилки. Но, в общем и целом, вот эта вот вся история с тем, что там посчитали и решили, что лучше сделать так, мне кажется, это немножко спекулятивно. И здесь есть некоторая подоплека еще, на которую тоже нужно смотреть. И в этом плане вот эти вот примеры с бюджетами могли бы быть очень интересным под спорьем. Про противоречия понятно, а все-таки про саму стратегию хочется чуть больше понять. Татьяна Владимировна, возьмете себе за труд объяснить, чего, куда хотят строить с север на юг, с запада на восток. Как в 2021 году представляют себе идеальную дорожную инфраструктуру России люди, которые сидят где-нибудь в Белом доме? Сейчас упор сделан на опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации. Даже так, даже более широко. Единая опорная транспортная сеть. То есть это такой, я бы сказала, грандиозный подход к развитию транспортной системы. В том плане, что здесь пытаются именно найти баланс между разными видами транспорта. И направить деньги таким образом, чтобы доставка грузов и, соответственно, чтобы пассажиры перемещались каким-то наиболее эффективным способом. Я здесь согласна, конечно, с Егором, что реализация потребует каких-то колоссальных усилий. В силу того, что требуется здесь обработка неимоверного количества информации, связанного с развитием транспортной системы по всем видам транспорта и по всем направлениям. Но вот эти, с точки зрения два коридора, которые определены, они, в общем-то, рассматриваются именно с точки зрения перевозки грузов. То есть это вот те направления, по которым наибольший такой трафик. А с другой стороны, это и пассажиропотоки. То есть, например, если говорить о коридоре запад-восток, то это вот как раз от Москвы до Казани и туда дальше. То есть как раз для того, чтобы обеспечить вот эту связанность территории. Если говорить о север-юг, то это вот в сторону наших районов, где мы отдыхаем. Идет речь о проектах ГК «Автодор», связанных со строительством скоростных дорог, для того, чтобы обеспечить вот этот бесшовный проезд людей на отдых. С точки зрения опорной сети автомобильных дорог, то здесь идет речь о формировании вот такого единого каркаса дорожной сети, на котором осуществляется большая часть всего транспортного спроса. И с точки зрения грузов, и с точки зрения пассажирского движения. Чтобы выделить из этого огромного количества дорог именно те, которые пользуются именно спросом. И на эти дороги в приоритетном порядке выделять средства для приведения их в нормативное состояние. Проводить капитальный ремонт, реконструкцию. Ну, например, увеличить количество полос там до 4. Или увеличить осевую нагрузку с 6 до 11 тонн. Ну, то есть такие прочностные характеристики, ну и так далее. А это прямо считается. Потому что внешне это выглядит примерно следующим образом. Есть бюрократическая логика, и в зависимости от того, какое ведомство, в том числе квази-государственное, типа РЖД, ты представляешь, в его интересах ты и действуешь. И вообще хорошо бы построить всего и побольше. А там уж как оно будет эксплуатироваться, это не важно. Важно мне, как бюрократу, получить максимум ресурсов. Потому что это прямо влияет и на мои полномочия, и на мой вес аппаратный, и на мое благосостояние. Я прекрасно помню все эти чудные идеи с... Правда, не автомобильный пример. С скоростными железными дорогами. Давайте построим их до Екатеринбурга. Где-то это в планах до сих пор есть. Но я вот ума не приложу, зачем тянуть Сапсан в Екатеринбург. И пассажиропоток, и время, которое ты потратишь в поезде, все говорит за то, что это вообще не нужно. Нужно, наверное, субсидировать авиаперелеты. То же самое с дорогами. Есть ощущение, что дай возможность, автодор построил бы везде. Но это, кажется, не везде нужно, и не везде согласовывается с стратегией. То, о чем говорил Егор. Хотят съесть и ограничивать только количество денег? Или все-таки там есть какие-то взвешенные решения, и не только борьба лоббистов и ограничения в ресурсах? Ну, на самом деле, конечно, в основе лежат расчеты. То есть у нас Министерство транспорта заказало работу огромную именно по формированию вот этого транспортного баланса. И многие организации занимаются вот этим вопросом. И у многих уже даже существуют подобные оценки и модели, с помощью которых оцениваются прогнозы транспортного спроса. То есть сказать, что вот эти маршруты рисуют просто на карте, нет, такого нет. То есть, во-первых, у нас есть данные и по жиропотокам, и по грузопотокам. То есть их, собственно, вносят в модели или общего экономического равновесия, или имитационного моделирования. То есть, ну, у кого какие модели есть. И на основе этого делают прогнозы и смотрят, хватит ли пропускной способности. Уже на основе этого строят перспективные планы. Естественно, каждый из бюрократов, департаментов, например, транспорта, они, конечно, пытаются представить, что именно их направление является таким более эффективным. Но это, в общем-то, для этого и созданы всякие комиссии, в рамках которых происходит взаимодействие вот этих видов транспорта для того, чтобы попытаться найти вот этот консенсус, куда в первую очередь надо выделять средства. Егор, а можно вас попросить покритиковать то, как сейчас это делается в России, в том числе вот этот подход хордовый, очень похожий на то, как в Москве дороги строятся с севера на юг с принятием централизованного решения? Нет такого, что раздадим регионам, а они там сами решат, чего им нужно реконструировать, а вот прям всякий раз строим бам. Мне кажется, нет особого смысла говорить о хордах, есть смысл говорить о том, откуда они берутся, почему вообще все это происходит и так далее. Потому что это просто выглядит уже как инженерное решение, а за которым стоит какая-то вот эта вот борьба, модели и прочее. Затема Владимировна указала на очень интересную деталь. Она сказала, что когда разрабатываются все вот эти вот модели и подходы, самое главное, ну не самое главное, они оцениваются по эффективности. И вот я сижу сейчас и думаю, а что такое эффективность? То есть экономисты привыкли считать все в деньгах. И вот если, например, посчитать в деньгах вот разного рода экстерналии, которые они сейчас научились делать, оценивать там смерти и экологический ущерб в рублях или в долларах, то получается, что, в общем-то, на своей машине ехать в Сочи, это как бы не самое удачное, наверное, решение с точки зрения вот этих как раз-таки экстерналей. Что же тогда эффективность в таком случае? И с другой стороны, вот это вот лоббистские группы, о которых вы упоминали, то, что это не только лоббистские группы, но и модели. Но дело в том, что модели-то все эти находятся в распоряжении лоббистских групп. И, в общем-то, это приводит к тому, что у нас есть попытки отыскать истину в кавычках, найти там какое-то наиболее оптимальное решение. Но в конечном счете все сводится к тому, что это, опять же, вот эта вот борьба между департаментами, борьба между компаниями, операторами, производителями и прочее. Да, и пример Москвы в этом плане очень показателен. Если к нему возвращаться, я помню, я как-то сравнивал, и получилось, что в Москве, вот если взять бюджет транспорта в Российской Федерации за 100%, получается, что в Москве тратят четверть на дороги. В пределах МКАДа, ну и с большой Москвой, с новой Москвой в том числе. И это очень хороший пример того, как как бы есть модели, да, считается как наиболее, там, как лучше всего разрешить транспортную проблему. Но в итоге, на мой взгляд, Москва с 2019 года особо никуда не продвинулась. И как есть с ними восьмибальные пробки вечером, так и не остались. Опять же, возвращаясь к вашему вопросу, как покритиковать всю эту историю, мне кажется, что нужно смотреть на эту политическую подоплеку, которая обычно не всплывает. Было бы очень здорово посмотреть на то, как сбываются русские модели. Потому что те публикации, которые я видел, ну, как я говорил в самом начале, это скорее случайность, когда они попадают в цель. Обычно это либо сильно завышено. Недавно, кстати, была опубликована история по М11, то, что прогноз трафика оказался завышен в два с половиной раза от реального. Но дорогу построили. С М12, я думаю, будет примерно такая же история, может быть. А может и нет. И поэтому тут, опять же, вот я говорю несколько слоев, начиная от каких-то методик и даже базовых каких-то допущений про то, что мы строим наше решение, основываясь на эффективности. Набор каких-то допущений. Или там оценка стоимость человеческой жизни. Или минуты времени сэкономленной и прочее. И заканчивая какими-то такими историями, как принимаются решения на уровне уже там вот этих вот согласований между департаментами, компаниями и так далее и тому подобное. М11, на всякий случай, это трасса Нева, Москва-Петербург. Кстати, недавно коммерсант писал про высокоскоростную железнодорожную магистраль, что вот не имеет смысла ее строить, потому что Сапсана закрывает пассажиропоток, а грузопоток в том числе по Неве идет. И, в общем, не очень нужно сейчас инвестировать в это. Хорошо, последний момент, который хотелось бы объяснить. То есть, подводя предварительный итог, все довольно сложно, но в целом мы стратегию поняли и то, как принимается решение. У меня есть, скорее, частный вопрос. Насколько строительство современных скоростных магистралей в России логично с точки зрения устройства этого процесса? Потому что они же многие платные, Автодор делает платные автодороги, и есть в России довольно большое количество примеров уже платных дорог. Можно и ЦКАД, центральную кольцевую автодорогу вокруг Москвы вспомнить, и вот эту строящуюся на Казань. И я, когда на это смотрю, я не очень понимаю. Интуитивно, мне кажется, что-то тут не так с этой системой. Я могу понять платные трассы в США, где очень развита инфраструктура, где есть такая сытость в смысле дорог. И вот тебе за деньги, за отдельную плату предлагается десерт. В России, кажется, есть недостаток инфраструктуры, и тебе черствую хлеб предлагают за деньги купить. В общем, вещь первой необходимости. Прав ли я, когда жалуюсь на это, или это все обывательское такое недовольство? У всех скоростных дорог есть бесплатная альтернатива. То есть, фактически, вы всегда можете отказаться от оплаты и проехать по бесплатному участку дороги. Это первое. Второе. Почему скоростные магистрали платные? Дело в том, что их строят либо по консессионному соглашению, либо по государственному частному партнерству. И в результате те организации, которые берут на себя строительство, а потом дальнейшую эксплуатацию этих автомобильных дорог, они хотели бы вернуть те деньги, которые вложены в это строительство. Ну и единственным источником, который здесь может быть, это как раз плата за пользование этой инфраструктурой. Если люди хотят доехать, как им кажется, быстрее, то вот они готовы оплатить этот проезд по скоростной магистрали. В 2019, по-моему, году у нас была разработана стратегия развития автомагистрали и скоростных автомобильных дорог до 1935 года. Она, к сожалению, не была принята, но как раз в соответствии с ней хотели, чтобы у нас к 1935 году было порядка 18 тысяч километров скоростных дорог. То есть и предполагалась как раз вот такая программа по модернизации, по реконструкции федеральных дорог, которые соответствуют категории 1А, 1Б, ну то есть которые как раз входят в скоростные дороги и в автомагистрали. Как раз наоборот, мне кажется, то есть у нас есть недостаток и мы предлагаем как бы более качественную услугу. И, естественно, эта более качественная услуга предполагает некий такой новый продукт по сравнению с тем, что есть. То есть мы всегда можем выбрать. У нас единственная, где разрешается безальтернативность при строительстве скоростных дорог, это в районах, приравненных к Арктике. И там, да, там действительно был построен мост через реку Пур. И вот там действительно у него альтернативы нет, но он пользуется ну просто очень колоссальным спросом. И похоже, что инвестор, который его построил на частные деньги, только на частные деньги, он его достаточно быстро окопит. Хорошо, давайте подводить итог. Игорь, могу ли я попросить вас закончить финальную реплику сказать, потому что вы в нашем разговоре скептик. По поводу платных дорог. Два комментария, один обывательский, другой не обывательский. По поводу бесплатной альтернативы. В 2016 году у меня был опыт, я ездил на юг, на Кавказ, на одну сторону, только по платным участкам, назад по бесплатным. И по бесплатным участкам, хочу вам сказать, по крайней мере в 2016 году это было довольно печально. Я никогда не видел ограничения 30 км в час в населенных пунктах. И никогда не видел искусственных неровностей вне населенных пунктов. То есть все сделано для того, чтобы люди ехали по платным дорогам, а не по бесплатной альтернативе. То есть там как-то, я никогда такого не видел нигде больше. В России в смысле. Второй комментарий. Хорошо ли платной дороге или не очень. У меня в целом есть некоторые сомнения на тему того, что автомобиль это какая-то такая очень важная история, которая должна всяческим образом поддерживаться. И в этом плане я представляю, наверное, довольно узкую группу людей, которые сомневаются на этот счет. То есть я не признаю ни платную дорогу, ни бесплатную дорогу. По мне они обе не очень хорошие, потому что проблем, на мой взгляд, от автомобилей гораздо больше, чем преимуществ. Спасибо вам большое за время, за этот разговор. Спасибо. Всего доброго. Еще раз назову наших собеседников сегодняшних. Мы говорили с Татьяной Кулаковой, директором Центра экономики транспорта Высшей школы экономики, и Егором Мулеевым, научным сотрудником Института региональной географии Лейбница. Кстати, мы уже готовимся к Новому году и хотим сделать финальный выпуск таким. Вы задаете вопросы, указываете, кому они адресованы. Ну, например, когда кончится пандемия, спросите ученого. Или когда там уже Третья мировая, узнайте у эксперта по международным отношениям. Мы это суммируем, спрашиваем людей, на которых вы указали, и делаем выпуск из ваших вопросов и ответов наших гостей. Ну и да, лучше, если задавая вопросы, вы будете иметь в виду 2021 год и перспективы 2022, все-таки новогодний, повторюсь, выпуск. Первые послания уже есть. Спасибо. Продолжайте. Для этой цели у нас есть email podcastsobakameduza.io. Там мы точно не потеряем ваши вопросы. И еще одно небольшое замечание. У нас в эту субботу вышел эпизод про путешествия. Точное название выпуска. Парадоксально, но пандемия, возможно, лучшее время для путешествий, например, потому что потом все сильно подорожает. Это был внеочередной субботний выпуск, и внеочередность объясняется просто. Во-первых, он был чуть более абстрактный, вне временной, менее новостной. Во-вторых, он был партнерским, то есть был сделан в содружестве с рекламодателем. Если вы вдруг не слышали этот эпизод, хочу вас попросить послушать, оценить, сказать, как вам. Сумбурно? Не хватило чего-то? Или, напротив, слишком много было разговоров? Понравилось? Не понравилось? Ваши отзывы нам очень пригодятся. Ну и да, напоминаю, что вы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. На него можно подписаться на всех популярных подкаст-платформах, а заодно на Ютьюбе. Делается этот подкаст за счет слушателей и читателей «Медузы». Адрес, где можно оформить пожертвования – support.meduza.io. До скорого!